Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На проекте двое новеньких участников. Екатерина Кузнецова, ей 23 года, она из Новокузнецка. Диджей и радиоведущая пришла к Антону Рузанову. Это Гарик Рагимов из Перми, ему 22, он актер, пришел к Лизе Триандафелиде. Ну а Лиза, по слухам, вернулась с острова и хочет сама уйти с проекта. У девушки важные дела дома, ей нужно подготовить дочь к началу учебного года. Майя Донцова и Алексей Купин помирились. Ребята снова принимают участие в конкурсе «Любовь года» и призывают своих поклонников голосовать за них. В новостях Дома-2 рассказали, каких трудов стоило Майе вымолить прощение. Она много плакала. Также Майя стала звонить маме Купина с просьбами, чтобы та повлияла на сына. «Как и прежде, Майя дружит с Машей Кахно. Я могу с абсолютной уверенностью говорить о том, что женская дружба есть», – пишет девушка. После ссор в паре Марине Африкантовой и Романа Капаклы царит идиллия. Ребята публикуют совместные снимки. Подписчики Леры Фрост раскритиковали один из ее нарядов. Этот безвкусный комбинезон ей совершенно не идет, уродует фигуру и доказывает, что девушка не имеет никакого понятия о моде и стиле. Также Лера выложила фото с короткими волосами. В недавнем эфире показали, как Влад Кадони обрезал ей волосы на конкурсе. Кстати, многие отмечают, что в последнее время Кадони стал слишком грубым и жестоким по отношению к участникам проекта. Ему советуют пересмотреть свое поведение. Так, например, недавно Кадони назвал Сашу Черно жирной тварью. Оскорбление в ее адрес он произнес, поменявшись ролями с Донцовой, но это его никак не оправдывает. Несмотря на проблемы в отношениях Саши и Иосифа Аганесяна, они утверждают, что любят друг друга. Саша согласна терпеть его поведение, и Иосиф говорит, что терять девушку он не хочет. Никита Кузнецов понимает, что их пара с Дариной Маркиной не самая интересная на проекте, но он не готов устраивать конфликты и ругаться с ней ни ради эфиров, ни ради конкурса. Влад Кадони сообщил Сергею Захаряшу о том, что у Лилии Четрару уже было волшебство с Филом Кострубовым. Сергей сказал, что он готов ее простить и что за свое родное нужно всегда бороться до конца. Даша Пынцарь готова пойти на крайние меры в общении со своими подписчиками. Девушка устала от постоянной критики. Она пообещала, что если так будет продолжаться и дальше, то закроет комментарии ко всем своим снимкам. Свадебное платье Ольги Рапунцель признано очень удачным. Оно будет представлено на международной выставке в Канаде. Саша Задойнов продолжает проводить время с двумя дочками. Он публикует снимки с прогулок. У Нели Ермолаевой новый бизнес. Она открыла студию по наращиванию ресниц. А чтобы узнать в этой сфере все от а до я, она пошла сама учиться на мастера. Рита и Павел Марсо купили новую недвижимость. Они продали прежнюю квартиру, добавили и купили трехкомнатную и однокомнатную квартиры в разных подъездах. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.